все яблони кроме одной у меня привиты я прививал сам первый мой опыт накопал дичек сел за стол нарезал черенков у друзей и начал прямо прививать и рассаживать все пропало не знаю как правильно прививать просто совмещал сирцевину а потом при усадьем хозяйстве в журнале прочитал что нужно чтобы совпадала кора обязательно и обязательно язычок снизу и с одной из сторон если кора не совпадет прививка не удается лучше всего они должны быть одного размера и привой и подвой тогда великолепная приживаемость журнале нашел инструмент для прививки изготовил и получилась очень хорошая штука его прикладываешь срезаешь получается ровно красиво и приживаемость почти сто процентов выкапываю дичку ранетку мир мелкие такие и сажу себе в огороде а потом когда немножко укоренится прививаю и все они меня прижились конечно потому что зима была тяжелая то что приготовил с осенью это прижилось а весенние уже видимо подмороженные и не все при прижилось у меня от корней дички растут много я их стараюсь не 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 скашивать вот так как только подрастут прививаю либо пересаживаю куда-то либо дарю у меня зимой погибло сколько четыре яблони за меня чем-то надо надо друзьям раздаю вот соседа вы смотрите у соседа он третий год а у него уже сад я его за вот это зараза заразил садоводством тива орех у него миндаль что там слива яблони посадил смородина крыжовник берил вот здесь вот на этому привью вот на этот толщина одинаковая листья они не нужны оставлю черенки листьев скотч лучшая изоленту черная мягкая нужна изолента очень мягкая такая прочная и тонкая мягкая потому что это жесткая изолента она не не держится откручивается но можно скотчем можно полиэтиленом чем угодно я срезал черенок яблони это у меня апорт готовим уберем ненужные побеги от так так срежем приусадим хозяйства номер два за 1984 год так на странице 47 нашел шаблон для прививки лучше капулировкой здесь есть все размеры все очень удачный прибор получился укладываем сюда подвой и прижимаем держи и срезаем немножко не получилось ну не торопясь если получается срез за один раз ровный ровный и аккуратный срез за один раз приготовим так подвой точно так же но уже наоборот устанавливаем на нужную высоту прижимаем держим прижимаем и аккуратненько срезаем все средств получился ровный прямой для делаем разрез на две третьи отступаем и делаем разрез делаю язычок то же самое сделаем на по двое оставляя две-три почки срезаем делаем точно такой же разрез вот видите на две трети делим тут одна часть тут две три две части делаем разрез соединяем язычок туда нужно чтобы кора совпала с одной стороны хотя бы обязательно но у нас она по толщине одинаковая когда весной делаешь прививку они как сказать древесина жесткая и она не колется так как яблони вот сейчас берем скотч и обязательно не липкой стороной начинаем обматывать место прививки не липкой стороной если липкой стороной обмотать получится кора прилипнет и когда подойдет время и нужно будет снимать изоленту кора просто оторвется и будет голая древесина так вот так нижнюю почку оставляем чтобы она все переворачиваю и в один оборот делаем липкой уже стороной уже на изолент все будет очень прочно держаться отрезаем вместо среза надо будет замазывать садовым баром чтобы не 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 подсыхало а черенки они это касать типа флажки как только в рост пойдет они сами отвалятся это видно выше почка начала расти обязательно надо ставить корешок листа и если при прививка удалось он сам от отвалится и и глазок пойдет в рост ну до осени вырастет несколько сантиметров